приветствую всех с вами не беру мы продолжаем играть в д сын тексис несколько дней я провел не записывая на стрим потому что в принципе ничего интересного не происходило каждый день одно и то же задание выполняем задание ничего такого кардинального не происходит единственное что с последнего стрима случилось два раза рок напоминаю рок это наш начальник который дает нам задание уезжал в отпуск первый раз неизвестно куда его замещала его кошка то есть я отчитывался перед его кошкой подарил ей резиновую игрушку она была очень довольна а второй раз рок спросил меня мнение хорошо бы было ему писать книги я сказал да и вот он уехал в отпуск писать какие-то книги причем в этот момент он по телефону со мной разговаривал но сейчас он приехал все нормально также как вы видите я несколько предметов приобрел но какого-то функционального значения они не имеют например лампа вы видите она просвечивает анкеты и какие-то символы мы видим также когда мы подносим маркер к смерти или к жизни появляются знаки вопроса но это на всех анкетах так поэтому я не думаю что она какое-то функциональное значение имеет также появился у нас вот такой вот шар который можно потрясти и белые фрагменты будут очень быстро тут летать из стороны в сторону увидите что он означает я тоже не понял ладно у нас 23 рабочий день давайте почитаем что написал рок приношу свои извинения жнец да дело в том что наша факсовая связь сегодня сбоит так что в этот раз просто доверяй своему сердцу хе-хе сердцу понял ну ты же ну знаешь скелет делай что хочешь бывай рок ладно коли делай что хочешь это первый раз когда такое задание нам дают то давайте будем читать внимательно анкеты и решать кстати надо сказать до этого момента я всегда следовал заданием всегда их выполнял которые мне давали ни одного раза не было когда я задание либо не выполнил либо что-то другое сделал поэтому посмотрим к чему это вообще приведет такой тип поведения второй раз я игру буду перепроходить несколько раз но второй третий раз это будет не на стрим я могу потом просто если кому-то интересно можете в дискорде в телеграме спросить я расскажу что я хочу я хочу второй раз перри пройти давая всем жизнь то есть никого не убивая вообще и посмотреть чем это закончится и третий раз соответственно всех убивая по сути это должно привести к разным концовкам и мне интересно посмотреть что будет к чему это все приведет ну а сейчас у нас путь путь такой добропорядочного жнеца который выполняет правило ну что же давайте продолжим и так джая морган 40 лет домохозяйка у джая четверо детей причем первого она родила еще в юности семья джая большая и дружно она живет вместе с родителями и другими родственниками еще этот человек любит вязать и мастерить поделки не вижу ни одной причины и и умер швлять поэтому даруем ей жизнь дальше хадис чами си 24 года оператор дрона придя в армию этот человек стал оператором нового высокотехнологичного дрона оказалось что управлять им не только весело потрясающая графика продуманный отзывчивый интерфейс но и безопасно операторов дронов на войне не убивают хадис верит что делать мир лучше и безопаснее хоть он и участвует войне в принципе ничего тут такого я не вижу каких-то пунктов по которым я бы мог хотеть чтобы он погиб дальше ира молута 36 лет пограничник ира стран да потому что ирану мы привыкли что женское имя но видно другой национальности человека там ира это мужское имя или ира может быть очень гневливый коррумпированный и склонный к насилию человека вместо того чтобы выполнять свои прямые обязанности ира издевается теми над тут пропущена над теми кто переходит границу очень часто ира крадет их личные вещи иногда под предлогом взятки но человек идет плохим путем поэтому давайте некоторую справедливость привнесем так мерли медведко 32 года гейм-дизайнер-творец мерли давно хочет сделать величайшую игру в истории человечества в поисках идей для своего шедевра мерли активно тусуется на отраслевых ивентах конференциях конвенциях и прочих мероприятиях вообще этот человек обожает путешествовать и возможно таким образом просто удовлетворяет свои хотелки да а еще мерли бегает марафона что ж делай игру может быть когда-нибудь в него поиграем так следующий нзинга агу 24 года студент пока нзинга учится по обмену на родине идут массовые протесты против кровавого режима динге приятно быть вдалеке от массовых волнений но беспокойство за семью и друзей не нет дай и омрачают настроение университет вяло поддерживает протесты и от этого ему становится еще мрачнее или ей пусть живет хоть и сложно я понимаю но человек вроде как ничего такого плохого не делать логик тагерьян 52 года археолог недавно вместе с группой археологов этот человек сделал потрясающее открытие в песках среди древних границ был обнаружен саркофаг вскрыв его археологи видели головку сыра пожалуй самого древнего сыра в мире продукт выглядим чертовски аппетитно так ну пусть дальше ищет может что хороший найдет так следующий детектив самара л дауни 35 лет этот человек проработал в отделе убийств всего несколько лет но уже проявил большой талант в раскрытии казалось бы без перспективных дел настоящее время самара преследует дело серийного убийцы который если верить уликам должна работать в местной церкви пожалуйста доводи дело до конца всего тебе хорошего дальше садик аль башир 27 лет студент обожает студенческую жизнь и от всей души стремится к тому чтобы она не заканчивалась садик уже в третий раз меняет специальность что до непомерных долгов за обучение и крайне туманных перспектив с трудоустройством то садик предпочитает об этом не думать до учись дальше зарабатывая стипендию оплачивая долги шани и рассел 80 лет пенсионер самый пожилой человек из нашего списка пенсионер чудак бродит по городу с чайником в руке и бормочет о том что чайник недостаточно теплый никто во всем мире наверное не знает что же в этом в том чайнике вот загадка так ну у нас получилось как-то так сдаем анкеты и идем к року опять же с отчетом так кстати привезли ящик я вроде ничего не заказывал костюм что ли какой-то новый привезли может быть давайте переоденемся что ли для профора а вот этого по моему не было ястреба до его не было это новое это я сыпь который в баре сидел он тоже жнец я с ним один раз поговорил так ну давайте пусть так будет что скажет нам рок на этот раз приветствую жнец знаешь пока я творил на меня снизошло откровение как я говорил он пишет книгу под этим он подразумевает варил я думал о человечестве о том что люди смертны о том каково их значение их роль в чем смысл их существования давайте спросим к чему вы пришли какой-то сумбур в голове слушай разные разве смерти это так плохо для всех было бы лучше если и вообще действительно люди существуют что они есть что их нет это ни на что не влияет каких бы высот они достигали за время своей жизни все это временно пусть продолжают у каждого из них раздуто самомнение каждый считает себя пупом земли и центром вселенной и все же без них солнце по-прежнему встает и заходит звезды взрываются галактики рождаются и умирают у нас есть отделы даже для такого рода событий люди это не венец творения они малы и ничтожны хоть и мнят о себе обратно в масштабах вселенной они не более чем пыль их миллионы миллиарды и каждый мнит себя уникальной снежинкой у каждого есть свой эксистенциальный опыт вот только вселенной до этого нет дела и технически они если присмотреться все очень похожи живут как под копирку у всех похожие жизни похожие судьбы похожие мысли вселенная полна чудес но они не смогут уже никогда не смогут их увидеть или почувствовать я по-прежнему весь внимание мир может обойтись и без них чтобы события происходили сторонний наблюдатель лица людей не нужен понимание природы событий не требуется жнец знаешь есть такая поговорка если в лесу падает дерево но рядом нет никого кто это бы видел или слышал то было ли делевого в принципе не не нет там дальше идет был ли звук падения сколько же самомнений надо иметь чтобы считать будто мир не может существовать без самого факта их присутствия был не только звук падения был шелест листвы был скрип ветвей дерево выросла и прожила жизнь и наблюдатель был ему не нужен ни для чего из этого наблюдатель лица человечества не нужен такт какие у нас вариант я выслушал всю вашу речь от начала до конца не за это что-то полагается я согласен во всем я не вполне согласен с вами вы меня зачем держите чтобы идет давайте скажем я не вполне с вами согласен таком случае жнец тебе еще многое предстоит понять доброй ночи обиделся обиделся рок ну что ж если бы я согласился просто следующий разговор был бы о том чтобы сервисе человечества поэтому я и не согласился так у нас сегодня одно щупальца на продажу это одежда одежду я не покупаю подождем пока будут предметы бар закрыт поэтому идем просто отдыхать до завершить день так давайте почитаем ну вернее пролистаем так для жнеца отчеты звонишь что ешь пролистал тебя важно тут же нет такое дело одна за другой страны отменяют права человека и ведь люди делают это добровольно никто их не принуждает они голосуют за это четыре человека должны умереть трудись усердно никаких у нас нету условий кто конкретно должен умереть поэтому давайте 45 анкет у нас 4 должны умереть то есть один только выжить этот человек приехал в космополис из другой страны чтобы украсть военную тайну легенда отлично проработана у николаса даже есть семья для прикрытия кстати николас скрипник 43 года шпион так что николас слежки не боится если шпион выполнить задание последствия для мира могут быть ужасными хорошо поверим на слово тому что написано и коли нам надо все равно четверых избавиться то фирузы вильям 40 лет инвестор петухи еще не пропели а инвестор самоучка уже на ногах покупает и продает ценные бумаги у этого человека нет ни финансового образования не желание учиться тем не менее фируза активно и успешно советует всем покупать ядкойны так ну давайте следующий грант сек 33 года гимнгаст кто-то гимнгаст истинный организатор акции оккупай ball street протестов против жадности корпорации это человек вывел политический активизм на новый уровень требую корпорации правительств принять срочные меры против растущего неравенства грант любит собак и берет их на все свои акции протеста так но он делает по крайней мере что-то хорошее для общества давайте почитаем еще бартомеус от у майор 54 года гуру в день когда она бартомеус не зашло откровение для человек наелся сыра с плесенью причем как сыр так и плесень были крайне сомнительного происхождения с тех пор бартомеу бродит по миру и делится обретенной мудростью со всеми кто желает слушать по моему сыр было из находки археолога которого мы видели до этого дальше идем март мартин пел дик редник активисты это человек был образцом сострадания пока один глупый ресторанный повар не испортил его любимое блюдо терзаемое желанием мести этот человек пришел в политику без глаги так я не хочу дальше читать давайте сразу и надо выбрать кого-то из них организатор акции либо гуру мне кажется гуру все таки все таки получше потому что если он действительно поел того сыра и обрел некую силу и может умные вещи говорит пусть говорит так все закончили едем к боссу на отчет а началось томительное предвкушение свободы каждая травинка каждый лучик солнца сегодня восхитительный день не так лежнец так что ты с вами не очень согласен с миром происходит что-то плохое в самом деле увы зачастую перемены требует жертву разве нет у меня нет слов всему виной мое отличное настроение так ну давайте скажем что насчет итогов дня кому они сдали жнец скучная рутина очень интересно потому что в начале игры он нам всячески пытался сказать что надо выполнять сейчас он даже не хочет проверять так давайте спросим и что мне теперь делать то же что и всегда жнец твоя задача заботиться об этом мире уверен ты будешь принимать правильное решение мне же надо сосредоточиться меня посетило вдохновение муза зовет а если останется время я займусь работой короче он переключился полностью на творчество так бар может открыт нет бар к сожалению закрыт так из предметов есть что-то это опять же одежда нет одежду я не хочу скупать поэтому давайте завершим этот день так и начинаем следующий подождем пока не зазвенит телефон промотаем так мир объединился под властью одной культуры и столкнулся с рядом управленческих проблем у них там голод и лишних людей теперь перерабатывают на корм как занятно шесть человек должны умереть будь тверд 6 из семи безработный хипстер секретарь окружной прокурор повар фастфуда психиатр так автор популярной теории минимальность не поддерживает у тебя на сами не расстраиваться в водное время человек ухаживает за растениями и деревцами на заднем дворе своего дома еще кто то есть птицевод любит птичек на дела шли скверные совсем присутствует включить я так понятно официант так давайте ему даруем жизнь а всем остальным соответственно противоположную достижение сейчас в стиме было здесь из файн так все выполнили к боссу а стоп зеркало с нами хочет в очередной раз поговорить и что во имя брака творится с миром так я не знаю но разумеется знаешь это квизисценция всех приняты тобой решение знаешь сказку о виверне и принце консорте нет ну конечно жил да был юный принц консорт был он умен и сообразитель но однажды его похитил виверна принц хотел спасти свою страну и пустил в ход все свое обаяние чтобы повлиять на виверну вскоре принцы похитившие его тварь нашли друг в друге союзников оба мечтали о власти и разделяли одни там принципы принц стал сеять в округе зло творить немыслимые вещи героев что королева послала спасти принца он за как-то там выпадают места виверна отчаявшись затем верно отчаявшись чего-либо добиться съела принца улетела прочь как-то там кусок выпал я не совсем понял мораль сей басни и кто здесь я королева да ты бы ответила да на любой из этих вопросов да возможно твоим ошибкам не числа возможно ты спасибо за все время что мы были вместе жаль что одно короче что-то мне подсказывает что концовка не за горами мне кажется жнец я в творческом тупике не подержишься идеями я не могу определиться стилем стоит ли мне экспериментировать или может лучше придерживаться традиционных приемов повествования так давайте спросим о чем этого для техник комп композиции он стиль метод для структур реализм у и ну или нет с последним уж как получится твой пустой взгляд говорит сам за себя давайте скажем попробуйте экспериментировать отличная идея я стану пионеру своем жанре это поможет мне выйти за рамки обычного ты еще здесь жнец а наверное ты хочешь поговорить о работе ну ладно посмотрим что же там у нас творится кругом хаос боли страдания терзают человечество вот она антиутопия в мире осталась одна ультра корпорация фроликс продакшн насадив глобальную монокультуру она рассрачивает последние ресурсы планеты ну что то скажешь мир явно не процветает но что происходит ситуация в мире все хуже и хуже а ты в этом уверен ведь ты лишь песчинка на полотне мироздания ты не видишь общей картины дать скажем что я не знаю но сделанного не воротишь и тебе придется жить с последствиями своих решений пока ты еще жив работа ждешь жнец уж чего чего а времени теперь у тебя мало и транжирить его нельзя ничего пока я не понимаю здесь сложно сказать вообще какие решения на что влияют влияют ли вообще так у меня уже 1700 мне предлагаются ну давайте куплю коли он ничего больше дельного не предлагает так так открыли но я их надевать все равно не буду так погнали прочти меня так подождем сейчас телефон что-то мало новостей бездомный чей труп нашли среди отбросов опознанным оказался автор блога жизни уличного бомжа лучшего окружного прокурора космополиса взорвали вместе с машины с тех пор как фармакомпании стали сами решать какие лекарства производить мир охватили эпидемии уже 90 процентов граждан космополиса получают талоны на питание у нас тренки это всего лишь прочти меня это настоящая антиутопия или антиутопия только посмотри в окно жнец люди сами сотворили это с собой превратили свой мир безумные пустоши два человека должны умереть продолжай в том же духе безумие судного дня я даже читать не хочу дальше экономист-консультант и политик так давайте ему жизнь даруем а политику смерти тут никакой логики нет просто мне кажется все равно все в какой-то house действительно скатывается и я уже это не контролирую не да и раньше не контролировал в этой игре вообще сложно что-то понять здравствуй жнец у меня было столько дел скажи как там в мире ситуация вышла из-под контроля и сорвалась в штопор таков рок этого мира и он неумолим представляешь всю мощь катастрофы люди превращены в стадо безликих болванчиков прочно сидящих на игле развлекательного контента от фроликс перепрошивка мозгов как она есть святые кости похоже это и правда конец я уже в предвкушении финала может я еще смогу что-то сделать едва ли нам с нашими скромными возможностями это не под силу ох жнецк ли взгляни на часы не стоит тратить драгоценное время ведь его у нас осталось мало доброй ночи так бар закрыт есть какой-то предмет маска давайте маску сколько маска стоит 300 давайте все так так завершаем день вообще анки а нет есть две анки то заметьте было три теперь две скорой вообще не будет убей всех кто еще остался свершилось не ведая что творят люди изничтожили себя стабильность человечность все это в прошлом люди стремительно выбирают убей всех кто еще остался счастливого конца так это моя последняя передача вода кончилась увидимся на том свете жесть походу реально мир все пенсия ну у нас думать и читать бессмысленно нам сказали добить всех так далее достижение десбринкер так давайте поговорим зеркалом ты отлично справился великий жнец мы оба знаем что это не так ага такое вообще трудно поверить мы хотели бы сделать вид что ты принимал верные решения хотели бы до актерских и что будет потом раз уж из нас двоих болтаешь в основном ты вот и расскажи как все исправить слишком поздно если конечно ты не можешь перепрыгнуть параллельный мир и добиться больших успехов это было бы уже что-то мне как-то не по себе от мысли что могут существовать параллельные реальности параллельным реальностям наверно тоже не по себе первое чудило ты таки ждать смысла нет даже не знаю что и думать и как я иногда это лучше что можем сделать что же вот и конец но не для нас с тобой мы никогда тебя не оставим пока есть ты будем и мы и так оно и будет вплоть до короче вот в этих облачках текст не до конца прописывается в мире становится все тише жнец теперь уже скоро не осталось никого и ничего наступает последний день что он нам принесет творчество талант стремление все это в прошлом тупые ленивые оболваненные когда грянул кризис жестокие хозяева просто стерли их порошок они забыли что значит мечтать саморазвитию они предпочтить тупое существование в рядах серой массы их лебединая песня вот-вот смолкнет как бы то ни было важно сейчас нет я почти дописал свою книгу я что-то не понимаю как это может быть важнее речь идет о шедевре высокого искусства друг мой о творении гений пророка теперь же нет спрошу меня оставить не надо работать над своим великим творением а завтра мы завершим последнее дело в канцелярии так все последний день 0 нам дали о бар открыт сейчас бар зайдем еще время уходит дружок так сигареты так давайте в бар зайдем все-таки поговорим с барменом сперва м кто к нам пришел мой старый мрачный вестник смерти вау так прошел целый месяц а мне казалось тебя буквально вчера приняли говорят ты заварил нехилую кашу в мире какая-то жесть творится все тонет горит люди мрут пачками я думала ты смог обуздать хаос нет если честно я специально работал спустя я сделал все что мог что ж теперь тебе с этим жить ты разрушил мир из-за тебя канцелярию расформируют вряд ли сейчас можно хоть что-то исправить давайте скажем я где-то ошибся но где не пойму да уж загадка но тут я тебе не помощник я же не знаю как там у вас все устроено может когда-нибудь ты поймешь чем дело прозреешь теперь когда у тебя почти не осталось работы боюсь представить что станет с канцелярией давайте скажем проведут реконструктизацию по-любому что ж как насчет последнего напитка давайте реаниматор мощный заряд энергии так и поговорим с товарищем ахой приятель и вот мы встретили здесь в лучшем кабаке на том и на этом свете знаешь я вспомнил одну историю мы с парнями как-то пытались обогнуть мы злого рока это кстати торговец который нам предмет продают а нет меня достали твои пиратские истории а такие названия просто так не дают заглоти меня тритон прямо на горизонте появилась туча и налетел жуткий шторм нашу скорлупку болтала как лягушку в миксере многих моряков поглотила ледяная пучина море не прощает ни тебя ни меня никого так слушать с трудом сохраняя спокойствие тот шторм был не просто так он скрывал себе портал мы прошли сквозь него и нас выбросил в неизведанных землях а когда я пришел в себя то оказался в какой-то конторе все было серое мрачное но не как здесь а еще мрачнее а потом появился тип в черном костюме угорь ему в зубы и стал трясти с нас налоги налоги со всего что мы награбили я как заорал на него пирата налогов не платя и поркнул сабли а ему хоть бы что обглодай его карась до сих пор трясусь от страха вспоминаю тот день а давай теперь я расскажу историю как скажешь приятель старина мортимер разрази его гром охотно послушать от твоих подвигов так я гулял по городу так солнце в руках я держал список важных ингредиентов и и вдруг так и вдруг давайте скажем я услышал звук кто-то тявкал мои кости пронзила резкая боль а затем видео самого милого щенка на свете что это такое давайте про щенка скажем вообще все как-то мне сказали что я молодец вот тогда короче просто вот так все по щелкаем показывать что ты уже понятно я хочу еще у бар меньше заказать другую выпивку давайте молочка так что еще можно кофе давайте что нибудь обычно кровавый герри так джин тариф так ладно все напились последний то день и давайте пойдем на отбой так все ну все вроде как последний до день открой меня привет жнец вот и все осталось обработать одну последнюю анкету последний человек на земле должен умереть конец близок рок спасите чувствуешь это мрак это холл сковывает кости мы с тобой остановимся и подождем и замерзнем вместе но как я сказал в этом прохождении мы все делаем по заданиям кстати подождите это что такое я момент что это за прибор что это такое это может это категории последний человек растения и деньги что про него написано последний человек на свете идет спотыкаясь по бесконечной пустоши и предчувствует свой скорый конец правильно предчувствуешь все ну и кроку последний день жнец последнее решение и так какой выбор ты сделал там был только один человек ты как всегда правдив как бы то ни было одиночка уже не возродить человечеству но нам не следует продлевать страдания этого последнего выжившего мы же не звери по моему за всем стояли вы не знаю как но вы все устроили да что я сделал не так и до сих пор не могу понять правда не можешь нет для этого ведь не надо быть семи пяди во лбу мерки во финалу подвел именно я мне кажется догадываться было не трудно разве нет то есть смотрите вот сейчас в самом конце открывается наконец-то истина что рок все и дело для того чтобы мы всех истребили именно поэтому он нам до этого говорил что он не видит смысла вообще в человечестве что человечество просто какой-то наблюдатель которого может не быть и мир ничего от этого не потеряет теперь все становится понятно это я спланировал великую жатву да я не люблю людей ни капли и ты спросишь но зачем вот именно зачем я уже устала от всего этого от этого безрадостного существования от всех этих людей от всех этих бесконечных размышлений о смерти все это бессмысленно понимаешь бесконечный и однообразный день сурка который для меня никогда не кончится для нас никогда не кончится ты знаешь как долго я всем этим занимаюсь я ведь и сам едва помню я устал мне все обрыдло я мечтаю совсем покончить но нет никто тебя не отпустит пока ты не сделаешь свою работу но если всех приберет великая жатва тогда я ушел бы наконец на заслуженный отдых освободился так что я приближал великую жатву помаленьку шаг за шагом больше не нужно поддерживать равновесие нужда в канцелярии отпадет и мы сможем тихо развоплотиться я и помыслить не мог что все так кончится что же вы правда меня поимели истребить всех просто потому что вам было грустненько это так и гостич а это в принципе возможно как-то даже представить такое боюсь ты свободен жнец осталось пара часов можешь занять их чем угодно больше с тобой мы не увидимся дали три достижения i'll be back мор шагает по планете общество деградиру в смысле деградиру она была уничтожена вообще-то от человечества ничего не осталось вот это правильно да к этому мы пришли в этом прохождении вы бессильны что-либо изменить и скоро вас развоплотят так привет бродяга ох и славно мы оттянулись до трудные решения жуткие последствия ух но ты наломал дров мир лежит в руинах все дела и ничего уж тут не попишешь но можешь начать все заново если хочешь я могу устроить перевернуть часы окажешься в другой временной линии параллельный мир там ты вновь обретешь друзей наживешь врагов испытаешь надежду и познаешь ужас знание трофея останутся с тобой как же иначе круговорот вечности все такое еще одна попытка конец не давать еще одну попытку чтобы не использовать бегин и гейн так это мы видим опять рока который призывает нас во втором прохождении я никого убивать вообще не буду а ястреб останется да буду ястребом во втором прохождении начать работу то так и буду делать все против рока встречались раньше ты хорошо себя чувствует впрочем неважно добро пожаловать но это все так ну и все пошло по второму кругу так вот смотрите все реально осталось у нас да ну что ж давайте на этом тогда закончу как я сказал я пройду сейчас второй раз но это будет не на стриме и никого убивать не буду а третий раз я постараюсь убивать все хотя уже даже не знаю имеет ли смысл потому что и так уже в принципе концовку мы увидели что мир рухнул никого не осталось и я даже всех не убивал поэтому скорее всего вот это вот вторая концовка когда никого не убивать она будет абсолютно другой поэтому я возможно в комментарии под этим видео напишу что было в хорошей концовке если никого не убивать если кому-то будет интересно можете почитать а так мне игра очень понравилось что-то по крайней мере для разнообразия а то от экшенов рпг квестов немного устаешь а вот такие вот игра не вносит разнообразие можно спокойно поиграть отвлечься и пройдя такую игру вы снова можете снова перейти к каким-то уже большим проектом да а это для меня это инди игра которая довольно хорошая бы ее каждому рекомендовал кто любит читать если читать не любишь конечно то это не очень а так я бы игре поставил 7 из 10 по 10 бальной шкале всем спасибо за внимание и до встречи в следующем видео